Дорогие друзья, Портал Экзегет с вами. Отвечаем на ваши вопросы. Как сделать первые шаги в храме и не потерять веру? Вы знаете, страх переступить порог храма очень сильный. Во-первых, потому что есть определенный негативный фон, особенно в информационном поле. Хотя сразу скажу, что подавляющее большинство священнослужителей добрые, несмотря на рассказы про всяких злых бабушек в храме, все-таки и большинство прихожан тоже относятся к новоначальным с добротой. Но если такой страх уже есть, попробуйте найти среди знакомых человека, который уже ходит в храм. Попросите, чтобы он взял над вами некое шефство. И ходите с ним вместе. Знаете, как-то вместе уже будет веселее, не так страшно. Если такого человека у вас нет, то узнайте, когда священник в вашем местном храме принимает людей или исповедует. И подходите, и по принципу «будь проще, и народ потянется». Или, как говорили дипломаты в Советском Союзе, если не знаешь, что говорить, говори правду. Подойдите просто и скажите, вот так и так. Я ничего не знаю. Пожалуйста, батюшка, помогите мне сделать первые шаги. Думаю, что священник вам не откажет. Что касаемо потери веры, то надо сначала веру приобрести, потому что когда уже вера есть, ее на самом деле очень сложно потерять. Это уже довольно высокая планочка, это такая добродетель. Поэтому, если у вас сейчас небольшая вера, то старайтесь с добротою ее раздавать. Помните, что доброта, это, как говорил Антоний Великий, единственный путь познания Бога. Вот с помощью доброты развивайте свою веру, и никогда она от вас не уйдет. Субтитры создавал DimaTorzok